Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Поговорим сейчас о 39-й главе книги Исхода. После описаний самой Скинии, жертвенника, кодильного жертвенника всесожжения и отчета об использовании драгоценных металлов, здесь располагается в этой главе рассказ о облачениях для первосвященника Аарона. Напомним, что это облачение сложное, в нем много разных деталей, и оно тоже регламентировано очень и очень подробно. В нем должны быть элементы облачения определенного цвета из определенных материалов, шерсти, виссона, и кроме этого еще драгоценные камни и золотые вещи, которые обрамляют эти драгоценные камни в память сынов Израилевых, как здесь говорится. Камни, на которых вырезаны имена колен, 12 колен Израилевых, которые на нагруднике соответствующем. Вот первосвященник должен носить на себе, когда он приближается к Господу. И вот эти камни здесь подробно перечисляются, говорится о том, что все они были по числу имен сынов Израилевых. Несколько странно, что не перечисляются эти сыны Израилевые. Просто говорится о том, что вот сколько их было по числу, двенадцати колен, там были эти самые камни. И смотрите, в конце концов говорится о том, что сделали полированную дощечку диадему святыни из чистого золота и начертали на ней письмена святыня Господня, диадему святыни. Это такая надпись, в сущности она располагается над олбом первосвященника святыни Господня, чтобы, странно, конечно, чтобы что? Чтобы кто-то увидел и не перепутал этого первосвященника с чем-нибудь обыденным, почему на нем надписано святыня Господня. В конце концов, вся предыдущая часть главы облачения этого первосвященника уже дают любому, кто его увидит, понять, что это не просто человек в спортивном костюме вышел на пробежку, а это первосвященник, который идет во святое святых, который идет для молитвы, для служения Богу. Тем не менее, вот, некоторый архаичный взгляд предполагает, что такое надписание – необходимый знак, необходимая печать святыни. Примерно так, как имя Божье, нареченное Богом, над горой Синай, к примеру, делают ее святыней, так и здесь окончательная печать, установление факта того, что вот это святыня Господня. Ну и вот возлагается это все на первосвященника. Так выглядит это облачение. И когда его закончили, когда сделали сына Израилевы все, как повелел Господь, принесли все к Моисею, и скини ее, и все принадлежности ее, крючки ее, брусья и так далее, и так далее. Вот все здесь длинное-длинное, перечисление всяческих принадлежностей и одежд. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее. Как повелел Господь, так и сделали. В конечном итоге вот подытоживается вся эта часть главы. Моисей благословил Моисей, согласился с тем, что вот это вот все сделано так, как Бог хотел, чтобы оно было сделано.